МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чего хочет женщина"? Об этом и не только. В ближайшие 10 минут мы поговорим с основательницей женского клуба «Дочки-матери» Анастасией Азаровой. В эфире свой диалог. Меня зовут Елена Красновская. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. С этого года, 1 июня, будет у вас ассоциироваться не только с Днем защиты детей, а еще с одним очень важным событием. С каким? С открытием женского клуба «Дочки-матери», о котором я мечтала, так скажем, и планы о котором созревали на протяжении долгого времени. Я знаю, что эта идея возникла в Таиланде, где вы жили какое-то время. А что вообще вам дала эта страна? Страна дала очень много. Даже, наверное, не страна, а сам факт того, что я покинула свою страну, свой любимый город на достаточно долгое время. Ну, много всего было. Я бы так сказала, если кратко, полное перерождение меня, переоценка приоритетов жизненных, пересмотр всего того, что было со мной. Ну, и приехала я совершенно новым, другим легким человеком. И, наверное, тем человеком, который лучше, что ли, знает себя. Вы дочь своей мамы, и в то же время вы сами мама двоих дочек. Это повлияло на название клуба, на выбор названия «Дочки-матери»? Да, всё верно, именно так, потому что у меня есть замечательная мама, без которой бы ничего бы не было, всё, что сейчас происходит. И вас не было. Да, и меня начнём с самого начала, и все мои достижения, это благодаря ей, её поддержке. Последние 20 лет она со мной рядом помогает, поддерживает. И, конечно же, дети. У меня две прекрасные дочки, которые я обожаю просто. И я понимаю, что создав такой клуб, для чего он создан? Для того, чтобы наши мамы, подруги моего возраста, их мамы, мы где-то помогаем им сблизиться между мамой и дочкой, где-то мамы находят себе друзей, подруг, и новые, и новые, да, между собой новые интересы. И дочки, сами девочки, это подрастающие женщины, маленькие женщины, от которых то, что мы сейчас вот вкладываем, так у них и пойдёт, пойдёт их жизнь взрослой. Анастасия, у вас женский клуб. Значит ли это, что мужчинам к вам ход строго запрещён? Или бывают какие-то послаболетние исключения? Ну, на самом деле, так скажем, 90% времени клуб работает только для женщин. Но вот мы открылись буквально ещё нет месяца, а уже поступают такие запросы. И причём, девочки, у нас есть членство в клубе, есть просто люди, кто могут ходить на наши мероприятия, на услуги. А есть члены клуба, и они просят, пожалуйста, можно? Мы проводим какой-нибудь мастер-класс, и девчонки говорят, Настя, у меня муж просится, можно? Ну, как мы можем нашим членам клуба отказать? Они активистки, они постоянно, но это крайне редко. Но всё-таки исключения есть. Да, раз мы об этом заговорили, вот, как стать всё-таки членом вашего клуба, что для этого необходимо, и есть ли какие-то возрастные ограничения? По поводу возрастных ограничений, девочки, ну, где-то от 20 лет. Девушки? Девушки, да. Совсем молоденьких, конечно. Наверное, смысла нет пока. Мамы пока пусть занимаются. Да, то есть, ну, к нам приходят осознанно женщины, девушки, кому вот всё это женственность, пробуждение женственности интересно, у которых интересы не сосредоточены на ночном клубе, там, в таких увлечениях. Да, по поводу профессий тоже, ну, абсолютно разные у нас, на самом деле, женщины. Есть студентки, есть мамы молодые, есть взрослые женщины, есть бизнес-вумен, есть домохозяйки, абсолютно разные. Ну, то есть, контингент абсолютно разный, да? Хорошо. Чтобы лучше понять, чего хочет женщина, проведите такую некую виртуальную экскурсию, расскажите, где базируется ваш клуб, как он зонирован и чем вы конкретно там занимаетесь всё-таки. Я на самом деле очень счастлива, что у меня возникла такая возможность создать именно такую площадку, о которой я когда-то в голове мечтала, придумывала, да, у меня какие-то были отдельные включения, и сейчас вот у нас столько места, чтобы реализовать вот всё. Всё это можно воплотить. Да. Во-первых, мы находимся удобно, это в центре города, в торгово-развлекательном центре острова, очень удобно, многие приезжают за покупками, ну, то есть, это такая вот удобная локация, поэтому это наш, конечно, плюс. Далее, что у нас там есть? Работа клуба из себя представляет несколько направлений. Первое направление – это бьюти-зона, то есть, всё, что связано с услугами, с красотой. Ну, естественно, как мы, женщины, без этого, да? Это и массажи, и маникюр, ну, вот всё, что с этим связано, мы всё есть. И атмосфера просто в клубе, если вы к нам придёте, вы увидите, что ткани, цветы, свечи, мы всегда, когда клиенты их зажигаем, играет приятная музыка, у нас есть качели, речной песок, зона релаксации, в общем, очень много мест, помимо того, что вы можете прийти, получить какую-то услугу, вы можете… Просто получить удовольствие. Удовольствие, да, наполниться, помедитировать, попить кофе. Вот, также одно из таких тоже важных направлений работы клуба – это, естественно, тренинг-центр. Собственно, почему и создала я этот клуб, это не только, значит, что из-за салона красоты. Мне очень хочется и очень важно, чтобы… Ну, мне так кажется, у меня мессия такая есть по жизни, да, чтобы женщины… Хочется сделать всех женщин планеты, ну, хотя бы города, ну, хотя бы какую-то часть… Часть, да, более счастливыми, гармоничными. Где-то поддержать, где-то помочь обрести друзей или, ну, много всяких вариантов. И я знаю, как это можно делать, и какие тренинги работают, какие мастер-классы работают. То есть вот основное направление, конечно, тренинг-центр. У нас проходят очень такие глубокие, серьёзные тренинги. Семинары. Да, как там «Незнакомая я», где женщины узнают вообще себя по семейным отношениям. Ну, очень много. И после этих тренингов женщины, правда, вы если увидите, когда они заходят в первый день и выходят во второй… Две разные женщины. Две разные женщины, другие глаза, другая улыбка, другой… Ну, чувствуешь вот это. Она познакомилась сама с собой и теперь знает, как любить этот мир. А я знаю, что у вас ещё там хендмейт-зона есть. Да, да, у нас есть хендмейт-мастерская. Там у нас и гончарное искусство, и женщины наши приходят на каждый месяц. У нас есть такой замечательный мастер. Делают обереги в семью, дом на каждый месяц. Проводятся семинары по моде, по здоровому питанию. Йога у нас проводится. Много всего, на самом деле. Ну, вот что интересует маму и взрослых дочек, я уже поняла. А вот что вы можете предложить для маленьких девочек, для маленьких доченек? Ой, это вообще-то моя отдельная радостная история. Рассказывает. Делитесь этой историей. На самом деле, когда я жила в Таиланде, вот именно тогда возникла мысль, что как же это классно, чтобы было некое такое место, куда можно приводить своих маленьких девочек, и где им будут давать какую-то полезную информацию. Помните, как, ну, я не знаю, вот в моё время мы ходили в ЦЭФ, учились делать прически, молочные коктейли, я так помню, с детства. Вот что-то подобное, но уже в современной такой оболочке. Мне очень хотелось такое придумать. И я вот, когда открылся женский клуб, я поняла, что всё это воедино и сольётся. И у нас есть школа маленьких леди, куда мы приглашаем девчонок от 6 до 12 лет. И мы только-только, правда, начали, но уже у нас во вторник был третий, ну, раз в неделю пока занятий. И сейчас в следующей неделе мы добавляем ещё дни, потому что из 10 в первый день выросло в 30. И ещё звонки поступают и поступают. Желающие есть. Да, и настолько мамы... Мы всегда просим обратную связь. У нас есть чаты, где мы тут же отсылаем всё, что происходит на уроках. Дети уже у нас научились. На прошлом уроке мы научили печь блины детей. Прильтут косы. Ну, много всего делают. Поют, медитируют. Ну, много интересного наполнения. И поэтому я вот этому очень рада, что получилось. Мы рады, что вы рады. Я понимаю, что в бизнесе, наверное, и в своём деле вы достигнете многого. Поэтому в завершении нашей программы я хочу поблагодарить вас за разговор и пожелать вам простого женского счастья. Спасибо. И вам. В эфире был свой диалог с основательницей женского клуба «Дочки-матери» Анастасией Азаровой. Этот и другие выпуски программы можете посмотреть на портале asn24.ru. А я Елена Красновская. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова